народ привет это второе видео по поводу iphone 8 красный точнее 8 плюс его сравнение с 7 плюс красным и более акцентированно хотел бы поговорить показать вам брак с которым этот телефон не пришел непосредственно из apple онлайн-стора российского который в общем-то присылает телефоны прям такие знаете самые 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 что ни на есть по идее качественно собраны ну не знаю в любом случае когда покупаешь никакому тем видео или какой-нибудь даже серый телефон да ты ожидаешь какого-то немножко другого подхода да подход был другой но качество телефона ты тоже ждешь немножко на другом уровне и я честно говоря немножко сейчас разочаровываю ну да ладно кстати снимаю сейчас на свою 6s эту самую сипешную и качество видео мне кажется но достойное потом напишите в комментариях насколько здесь интересно все получается правда здесь света добавил поэтому со светом все снимают хорошо предотвращая некоторые комментарии сразу скажу ребят вы здесь вот яблоко она не темная мне очень многие написали что у тебя телефон кривой потому что еще яблоко белое такое серебристые смотрите она приобретает цвет предмета которая в нем отражается то есть вот я ведь так вот сделал черный предмет отобразил на яблоке она стала темным здесь тоже самое работает видите он черная и цель комментарии что у тебя поделить не черное яблоко вот смотрите ведь она черная а так белая так вот черная так белая ну да ладно это на всякий случай телефон я купил для обзора пользоваться им соответственно скорее всего не буду потому что он мне не нужен такой конечно тут за эти деньги вы правильно написали комментариях лучше покупать iphone 10 но опять же таки отдельную аналитику и а тех кто покупает этот телефон мы попозже запишем может быть формате life когда я буду куда-то ехать в машине потому что нет времени и здесь я вам хотел показать в общем то разницу в цветах а вот они прямо лоб в лоб в лоб под ярким освещением и здесь конечно цвет глубже здесь цвет интереснее и он глянцевый здесь просто матовая поверхность она немножко более бледная более блеклая здесь конечно этот цвет выигрывает вообще по всей своей структуре даже того что это все-таки блестит отражается это светлая история белая здесь фронтальная часть до этих телефонов здесь у нас черный телефон с красной рамкой здесь у нас белый телефон с красной рамкой плюс touch id серебристом окантовочки и к давали петухов делал соответственно обзор вот этого телефона пересобирая его с дисплеем от черной семерки да ну помните наверняка когда он снимал 7 7 red edition с черным экраном то мне казалось что да интересно выглядит но вот сейчас на практике я могу сказать что мне вот может быть это просто глаз приелся еще что-то но мне вот как-то более приятным кажется вот на повседневной эксплуатации вообще телефон который будет выделяться как-то в толпе это все-таки бело-красный бело-красный телефон потому что цвета как-то друг другу более подходят что они более лаконично то есть если вот не знаю вы дизайнер то вы иногда можете понять о чем я то есть белый с красным он интереснее обыгран потому что здесь можно было бы обыграть черный с красным если бы красный был немножко ярче здесь же красный немножко уходит ну такой как бы темный оттенок оттенок свой И да, может быть, темно-красный с черным интересно смотрится, но я не вижу аудиторию, которая этого телефона покупала, потому что если это вся история в чехле, то это, блин, получается чисто мужской телефон, потому что у него фронтальная часть, она, ну, тупо черная, да, вот в чехле, и вообще непонятно, что у вас за телефон, а только вот наоборот, на стороне у вас он красным становится. То есть здесь сомнительная, во-первых, тема с тем, кто этот телефон будет покупать, ну вот, а второй момент, ну, просто это может быть вкусовщина, мои впечатления, но мне нравится больше вариант с белым экраном исполнения, потому что, ну, смотрится просто как-то свежее, и он более подходит для красного цвета, плюс вот здесь этот красный цвет можно было сделать ярче. То есть, во-первых, аудитории этого аппарата мне не до конца понятно, кто этот аппарат будет покупать, ну, только единственное, что может быть, кто активный борец со спидом или еще что-то, но это такая вещь не про Россию, мы все-таки в России живем, и в России хотелось бы оценивать. Поэтому не до конца понимаю, на кого рассчитан этот телефон, и в целом, да, то есть если бы сейчас я выбирал Product Red себе, и если бы я был там барышней или просто шейком, который хочет выделиться, я все-таки бы себе взял вот этот телефон, потому что, ну, здесь есть несколько причин, он дешевле, это первая основная причина, он дешевле намного, тысяч на 20 его можно сейчас купить дешевле, да, то есть если это оба 7,8+, оба на 128 гигабайт, точнее 100, нет, это не на 128, это даже на 64, то есть этот на 128 у нас будет, а этот на 64. Здесь еще в памяти разница, да, вот, плюс стеклянная задняя крышка, кто бы что ни говорил, она более как бы хрупкая, и ремонт намного дороже, плюс с, как бы, сочетание с цветом, то есть вот бело-красный, он смотрится, ну, я не знаю, как вам объяснить это, это просто он смотрится приятнее, что ли, и плюс еще такое, что если это рассчитано на мужчин, мне кажется, мужчины себе это не будут покупать, потому что черный экран, он рассчитан, я считаю, на мужскую аудиторию, вот, какой мужик себе будет покупать красный телефон, я не знаю, то есть, как бы, сомнительное все это удовольствие, вот это да, то есть будь я там кем-то другим человеком, да, не кем я являюсь, я бы выбрал все-таки вот этот аппаратик, он как-то поприятнее, вот, может быть, не знаю, может быть, вилзаком возьмет и переставит с белой восьмерки вот сюда дисплей, и получится, представляете, восьмерка, теперь другие извращенцы у нас будут, это будут брать восьмерку Product Red и нацеплять на нее белый экран с Silver версии 8.8+. Ладно, а теперь, собственно, то, что в заголовке ролика, это у нас брак, это у нас брак вот этого Product Red, iPhone 8+, который я заказал в Apple Online Store, и у меня здесь к нему одна большая претензия. Смотрите, вот здесь вот стекло, вот здесь стекло, оно как бы идет вровень с корпусом, то есть, ты когда проводишь пальцем, у тебя четко происходит вот здесь вот переход с металла на стекло. Вот в правой части здесь стекло не вклеено в корпус так, как должно быть, сейчас я сфокусирую, подождите, вот, вот видите, вот здесь стекло имеет огромную щель, огромное щелище, которое отсутствует с левой части, и стекло, оно пальцем, когда ты проводишь так, оно чувствует, что оно выпирает, что оно прям вот-вот готово сколоться, и оно сколется, если носить без чехла, то есть, какой-то легкий, вот, вот, прям вот здесь вот очевидно, какой-то легкий контакт у вас, соответственно, взаимодействие с каким-нибудь столом или с каким-нибудь предметом более-менее твердым, и у вас все, у вас будет дисплей разбитый, стекло, точнее, заднее разбитое, и это печально. Кстати, еще, знаете, что я хотел бы кинуть в город компании Apple, небольшую претензию, вот здесь вот динамики, они такое чувствуют, что они черные, они такие бордово-красные, как их в суперрекламном ролике, это такое, знаете, тоже немножко не нравится, и самое главное, что вот это стекло, оно вот здесь вот торчит, вот здесь оно дальше сминается в корпус, то есть, все хорошо, а вот здесь тоже, то же самое, то есть, есть небольшие, ну, как, нет, они здесь не так фатальны, как на той стороне, но тоже проблемные, тоже проблемно вклеено стекло, мне не очень нравится, как вклеено, вот, по зрачку камеры, кстати, он такой же, он не такой прям черно-черно матовый, как, точнее, ну, как бы черно-черно изонированный, как это было на коробке, то есть, они плюс-минус выглядят одинаково, вот, короче, в целом, непонятная аудитория, которая покупает вот эти вот телефоны, точнее, будет их покупать, потому что продажи только начались, потому что черный передний экран, он все-таки рассчитан на более мужской аудитории, мужик себе такой телефон вряд ли купит, если девушка, то, ну, не знаю, то есть, все это сомнительное, короче, удовольствие, ну, и, конечно, очень меня расстраивает, что вот мне пришел телефон вот с таким вот косяком, попробуем его, наверное, попробуем позвонить в Apple, сказать, что вот за фигня, что мне делать в такой ситуации, и, соответственно, что мне ответить, может быть, это тоже запишу, выложу на канал, как происходит процесс рекламации с телефонами, которые покупаются у нас непосредственно в Apple Online Story, ну, в любом случае, посмотрите на эти два телефона вот так вот впритык, по цвету, я думаю, вам все понятно, все ясно, все видно, не, они красавцы, они оба, конечно, красавцы, но, опять же-таки, целевая аудитория, кто эти телефоны будет покупать, мне, ну, не до конца понятно, точнее, белый понятно, белокрасный семерку, кто покупал, я бы на месте Apple, знаете ли, вернул бы этот цвет, так сказать, в линейку продукции, которую они реализуют, потому что, мне кажется, он будет востребован. Вот так вот, спасибо, что смотрите, пишите свои комментарии, что думаете по поводу этого телефона, кто будет покупать, кому он нужен, кто целевая аудитория, и, соответственно, что бы выбрали вы, или его, или его. Мне интересно ваше мнение.